Приветствую вас, если я правильно вас понял, то ваш запрос к психологу касается непосредственно того, чтобы второй парень, который у вас есть, чтобы вы с ним загранили общение, но при этом он был бы для вас просто другом, потому что вам с ним интересно. В этом случае и при таком запросе важна определенность. То есть, если вы хотите дружить с человеком, то нужно понимать, что дружба основывается на честности, в первую очередь, это честность, второе, это искренность, я так думаю, вот. Ну и, соответственно, впредь это свобода, то есть свободное выражение, высказывание своих желаний, своих потребностей и так далее. Вот. Значит, соответственно, никаких недосказанностей у вас с молодым человеком быть не должно. То есть, если вы решили, что он для вас просто друг, то об этом ему и нужно сказать. То есть, просто сказать ему, что он для вас друг. И всё. Это просто друг вам. И никаких не нужно делать резких движений. Вот. То есть, никаких не нужно делать странных жестов, которые человек может, ну, как-то не оценить адекватно, потому что он может оценить это как обман и в итоге отношений у вас с ним не получится. Адекватно. Ну вот. То есть, здесь только искренность, здесь только открытость, откровенность, а только так. То есть, просто прямо скажите ему, как обстоят дела. Теперь несколько комментариев по поводу ситуации в целом. Значит, вы пишите, что будете признательны за помощь и совет. Я сразу скажу, что психологи советов не дают. То есть, психологи помогают разобраться в себе, а все решения вы уже принимаете сами, самостоятельно. Поэтому, это нужно обязательно. Ну, это нужно обязательно учитывать. Что помочь мы вам можем только в себе разобраться. Далее. Вы пишите, буду рада обратиться за более подробной консультацией. Опять же, хорошо, что вы рады обратиться за более подробной консультацией. Правда, непонятно по поводу чего. Если у вас есть еще какие-то проблемы, которые вас беспокоят. Или как? Дальше. Несмотря на свой солидный возраст, мне больше сорока лет, у меня совершенно нет опыта общения с противоположным полом. Ну, раз нет опыта общения с противоположным полом, значит, имеет место быть подавленность. И подавленность имеет нечто быть, скорее всего, со стороны родителей. Вот. То есть, у вас, скорее всего, всего, а именно родители, значит, склонны были подавлять. А значит, значит, ну, нужно корректировать, значит, детские и родительские отношения. И тот опыт, в который вы из них, из этих отношений для себя вынесли. Я полагаю, что это ключевой момент. Ну, один, один из ключевых моментов. Потому что раз у вас нет опыта, Опытно. Общение с противоположным полом. Значит, вас, родители, скорее всего, подавляли. Вот. Так что, тут нужно работать. Тут нужно работать и исследовать. Дальше. Идем. Так, у меня, кстати, нет опыта общения с противоположным полом. Ну, а женская модель поведения у вас есть? Вот. То есть, что, что опыта общения у вас нет, это, я понял. А женская модель поведения у вас имеется? Вот. Это достаточно важный момент. Дальше. Очень рано пишите вы вышли замы, сейчас развелась, и вопрос построения отношений, что у вас снова стало актуален. Ну, необходимо. Необходимо. Для начала. Собственно говоря, понять, для чего вы выходили замуж. Вообще. В принципе. Зачем? Вы выходили замуж? Что вы хотели? Выходили ли вы замуж? Там, например. По любви. Или, может быть, что-то еще нужно было вам. Далее. Как вы выстраивали отношения с твоим молодым человеком, с твоим мужчиной, да? Что вы делали? Ну, как вы взаимодействовали с ним? Почему развелись? Это тоже такая важная история. именно причина развода вашего. Вот. Какой вы, значит, какой вы сделали вывод? Исходя, ну, вот, из развода, и сделали ли вы выбор какой-то, исходя из развода? Что привело вас к разводу? Тут все нужно разбирать. Дальше. За мной сейчас ухаживают два молодых человека, а я, в принципе, определился с выбором. Смотрите, ну, вот это не очень хорошо, потому как... Потому как любовь, если она есть любовь, она, как бы, не подразумевает, а... Тот факт, ага, что есть кто-то еще, а вот почему-то два молодых человека есть. То есть это, по моему мнению, странно. Дальше. Так. Образ заключается в том, что второй из них мне нравится как друг. Очень нравится как друг. А чем нравится первый? Ну вот, объективно, да? Чем нравится первый? Он чем вам нравится? Чем-то. Чем нравится первый? Он чем вам нравится? Чем-то. Чем нравится первый? Что вы... Прям... Встречаетесь? Эм... По вторым-то. Тут первым. Нашли вас к нему чувства. Очень хочу продолжать с ним по-другому общаться, но не знаю, как это сделать без обид для него. А... Страх обиды, это... Скорее, ваша... Особенность. Это ваша... Реакция. На... На... Ну... На... Ситуацию. Это ваша реакция на... Человек-человек. Вот. Потому что... Вы его... Да, в общем-то, никак, ничем обидите. А... А... Ну... Не смо... Не сможете. А... Вот. Если... Ну, если действительно, вот, будете... А... Мм... Как бы так сказать, если... А... Будете действовать. Если будете действовать. А... Так, как... А... Х... Хотите. Вот. Понимаете? То есть, здесь вы уже не являетесь... А... А... Для него другом. Понимаете? Такая штука. А... Вы... Боитесь... Боитесь его обидеть. Так это, почему-то, вот... Вопрос... К вам. К чему вы боитесь его обидеть. Боитесь его потерять. Но, тем самым, ведете себя... Ммм... Не совсем, как... Друг. Не совсем... По-друзески... На себя... Ведете. Вот. Дальше... Идем. Так. Ммм... Как это сделать без обиды для него? Он... Если вот ему... Если ему... К примеру, будет... Значит... Как-то... Тяжело и больно, он в любом случае обидится. Вот. На вас он... Ммм... Ммм... В любом случае обидится. К сожалению... Ммм... К сожалению... Ммм... Вот. Так что... Так что... Так что... Здесь... Не нужно брать... Лишнюю ответственность... На... Человека. За себя. На человека. На другого. Дальше... А... Так... Просто... Бога просто избегают встречи с ним. То есть... По факту... По факту... Вы... Вы... Уже... Чувствуете себя... Получается... А... Ну... Такой... Как... Типа... Виноватый. Перед ним. Э... Хотя... В действительности... Вы... Э... Перед ним... Ну... Не виноваты... Ни... Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Потому что... Ну... Вы... Не ответственны... Э... Как бы... За... Свои... Чувства... Да? Вот... И... Вы... Не отвечаете за них. Вот... То есть... Это... Опять же... История про вас. История про... То... Как вы... Себя... Чувствует... Вот... И... Почему... Вы... Себя так... Чувствует... Понимаете, да? О чем идет речь? О чем идет речь? Далее... Так... Пока еще приглашают на свидание. Э... Ну... Здесь мне, опять же, почему-то показалось, что вы... Как-то себя, знаете... Ну... Объясниваете, что ли, немного. То есть... Пока еще приглашают на свидание. Типа... Но... Ммм... Значит... Очень скоро перестанут приглашать на свидание. Вот... В таком... Контексте это звучит. Вот... На мой взгляд, это... Ну... На мой взгляд, это неприемлемо. На мой взгляд. Вот... Потому что... Вы как будто... В себе... В себе... В себе не уверены. Не уверены. Опять же... Опять же... Да? Далее... Пробовала приглашать его в театр, хотела купить билеты, то это предложить билетручке формата общины. Нет. Знаете, нет. Это работает... Это работает... Немножко... Не так. Вот... Потому что... Вы ему не говорите... Вы не говорите ему о том... Что вы хотите... Что вы хотите... Вот... Вы не доносите... Эээ... До него... От того, чего вы хотите... Что вы хотите... Снимаете? Он воспринимает это... Так... Эээ... Как ему видится... Все-таки очень... Разные вещи... Дальше... Так... Он отказался на бред, так как за женщину должен платить он. Ну... Опять же... Дружба как бы не отменяет того факта, что мужчина может платить за женщину. Хочет платить, пускай платят. Видите, то есть у вас проблема с лишними границами, которая вытекает из отношений с родителями. Эээ... Мне с ним очень интересно общаться. Давно не было ни с кем такого чувства интересов. А... По какой же причине вы этого мужчину не выбрали себе в качестве... Эээ... Ну... Или у вас к нему нет чего-то чувства? Да, давайте подумаем. Эээ... Эээ... Любите ли вы? Как вы любите? И... Вообще... Какого вы любите? То есть вполне возможно, что любите вы опять же... Опять любите вы опять... Эээ... Эээ... Человека, который... Эээ... Ну... Ну... Вам не подходит. Вот. Такое может быть. Я не говорю, что... Это обязательно так. Но... Такое вполне себе может быть. Вот. Эээ... Понимаете. О чем я говорю? Дальше. Эээ... С другой стороны, у молодого человека, с которым меня встречается очень сложный характер и меньше общего, и чем он вас привлекает, не знаю, возможно отношения с ним зайдут в тупик. Эээ... А по какой причине они не зайдут в тупик? Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в данную ситуацию? В данной ситуации лучше определить те аспекты, которые озвучил мой коллега на момент записи этого ответа, Кудрячев Игорь Леонидович, и определиться со своими чувствами, определиться со своей моделью женского поведения, определиться, как вы воспринимаете того и другого молодого человека, ну и, соответственно, как бы строить отношения лучше все-таки с тем, у кого больше общего и интересно общаться, а не с тем, у кого сложный характер. Потому что здесь уже могут быть действительно серьезные проблемы. Но для подробной, для более подробной истории нужно все-таки, все-таки поисследовать, поисследовать то, что происходит между вами. Вот. То есть я не очень понял ваш запрос, вы сами-то чего хотите. Вот. Нужно подумать вам, первого, определиться с тем, чего вы хотите, как лучше поступить, чтобы что. Ваши отношения могут зайти в тупик. Вы уже боитесь, что обожение вас зайдет в тупик. Ну так, это будут даже вторые отношения, которые не получили, значит, на больше внимания им уделить, ну, я так считаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.